Анатоль бомж со стажем. За 8 год бодяжнество стало ладом життя, але у зимку отдавши над головой Анатоль не отмолится. Формально для таких особ у Могилёве иснует центр часового знаходження по улице Навицка-Гатры, але трапись туди без документов немагчима. Туда надо паспорт. Раз. Пройти комиссию. Два. Сходить здесь в сабинстанции есть. Пройти тоже. Все надо, надо, надо. Деньги надо. Фотографии надо. Все документы, справки собрать. А это все платить надо. А за бутылки, которые я соберу или макулатуру сдам, восстановить этот очень трудно. За 2013 год в данное учреждение обратилось 204 человека. Ночевало 36 человек. За 2014 год ночевало в данном учреждении 2 человека. Получили 2 человека направление буквально в последнее время. И они не вернулись. Вероятно, потому что не устраивает правила нахождения в данном учреждении. Теперь с 22-х мест у центра занято только два. Шукают притулок бомжи у инших мест. Вот Анатоль, например, зимой коля теплотрассы. Для инших выратованием становится приемный покой больницы худкой медицинской допомоги. Поступают они либо скорую привозят, если они где-то сидят на лавочке и люди вызывают прохожих. Либо они где-то приходят, стесняются даже зайти в больницу, садятся на крыльце, сидят на крыльце. И мы вынуждены сами их подбирать. Некоторые просто приходят сами пересидеть со своими большими сумками. Как минимум 2-4-5 иногда человек бывает. Анатоль каже, да помогчи таким, як Йон, можно. Только треба отмовиться от строгих правилов. Было бы действительно ночлежка. Пришел, переночевал, забрался и ушел. Вот и все. Зразумело, никто бадяг не оправдывая, але у моцной амаразы життё человека не повинно залежать от наявности у яго пашпарту. Дарочи, с початку зимы на Могилёвщине замерзлыми на улице знайшли 9 человек. Алена Соловьева, Юрий Илбовников, Новины, Регион.